Всем привет! Сегодня уже 9 октября, Московская область. К нам вроде бы пришло бабье лето. Днем около 12 градусов, очень солнечно, но ночью заморозки до минус 3. И сегодня я готовлю почвосмесь для рассады уже на следующий год. Именно эту почвосмесь я использую, когда сеется, пикирую из общей плошки по отдельным рассадным пакетам. Ну а семена высеваю в совершенно другую почвосмесь. Готовлю ее непосредственно перед посевом. Беру 70% торфа, агробалт, без минеральных удобрений. И добавляю 30% биогумуса, который производят мои червесторатели. И уже туда высеваю. А эту почвосмесь уже использую для подросших сеянцев, потому что она более тяжелая. Итак, при приготовлении почвосмеси за основу я беру перегной. Обязательно просеваю его через сито, чтобы убрать всю крупную фракцию. Перегной я беру примерно 70%. Дальше добавляю 30% торфа. Это торф агробалт, без минеральных удобрений. Я беру сразу, покупаю большой брикет. Там, по-моему, 700 литров. Оранжевая упаковка. 30% торфа. Хорошо перемешиваю. Дальше добавляю 2 стакана золы. Здесь у меня, если так брать, примерно одно ведро большое перегноя. Вот, добавила торфа и 2 стакана золы. Я не мерю здесь все в точности, до граммов беру примерно. И добавляю еще биогумус. Он у меня в пакете. Это биогумус, который производят мои червесторатели. Биогумуса я добавляю немного, тоже примерно пол-литра. Почему мало добавляю? Потому что я сократила поголовье червей. Вот. Я еще биогумус в эту почвосмесь добавлю, когда буду пикировать растения. А сейчас я его добавляю немного, чтобы занести полезную микрофлору в почвосмесь. И также я хорошо все перемешиваю. И еще, чуть не забыла сказать, также я добавляю костную муку. На этот объем беру одну горсть. Этого будет достаточно. Весной я делаю... Еще раз повторю, что эту почвосмесь я использую только, когда пикирую уже подросшие саженцы. Ой, не саженцы, а осеницы, да? Из общей плошки я их пикирую уже в стадии двух-трех настоящих листов. Будь то помидоры, или огурцы, или перцы. То есть сеницы, они подросшие. Потому что земля, вот эта почвосмесь, она для посева семян очень тяжелая все равно. А уже подросшие просады, она принимает эту почвосмесь очень хорошо. Получается очень рыхлая, сыпучая смесь все равно. Все готово, перемешано. В качестве бактерий я буду использовать сияние номер один. За сутки нужно будет приготовить маточный раствор. Все делайте по инструкции. Я беру два пакетика сияния номер один. Растворяю их в одном литре теплой воды. Добавляю 4 столовых ложки сахара. И все хорошо сбалтывая, ставлю в теплое, в темное место на сутки. Все, маточный раствор у вас готов. Можно использовать любые бактерии, какие вам нужно. Вот такой маточный раствор получается. Периодически просто взбалтываете и все. Можно использовать и фитоспорин. В общем, что вам нравится. И беру 100 миллилитров маточного раствора и растворяю в одной лейке теплой воды. Все. И проливаю землю. Землю я проливаю до такого состояния, чтобы не было здесь грязи, а просто она была очень хорошо увлажнена, чтобы бактерии работали. А работают они в темном, в теплом и в сыром месте. Бактерии еще успеют поработать. Хоть сейчас уже и заморозки, но днем тепло. Тем более, это будет все храниться в мешках полипропиленовых и выставляться в теплицу. В теплице в любом случае тепло. И бактерии еще успеют поработать. Бактерии нужно добавлять обязательно, чтобы земля была живая. Для этого я и добавляю их, и добавляю еще биогумус живой, домашний. И также все хорошо нужно перемешать. Видите, она вроде бы и мокрая, влажная земля, но и нет грязи. Вот до такого момента нужно ее смочить вот этими бактериями. Почва-смесь готова. Теперь я беру такие небольшие мешки и закладываю туда землю. Мешки беру небольшие и закладываю сюда по полмешка, чтобы мне было удобно потом самой взять и стеклить этот мешок, занести в теплое место, чтобы он растаял. И использовать уже по назначению. Чтобы просеять перегной, я использую самодельное сито. Размеры ячейки здесь 1 см. Хоть перегной и лежала, ему уже 2 или 3 года, все равно попадаются всякие веточки, крупные фракции. Чтобы земля была, почва-смесь, более однородная, легкой, нужно, конечно, ее просеивать обязательно. Тогда легче будет работать с ней весной. Видите, крупное такое все остается. Этого высыпаем в грядку. Остается вот такая пушистая земля. Мелкая. Это то, что нам нужно. А весной, когда я уже начинаю токировать рассаду, я примерно за 2 недели заношу мешок в теплое место, так как они же у меня будут находиться всю зиму в теплице. Почва-смесь хорошо промораживается. Затем я дополнительно прямо в мешке проливаю опять бактериями. Это может быть и фитоспорин, и сияние номер один. И все. И почва-смесь полностью тогда готова, чтобы в нее прикрывать рассаду. Вот почему? Вот почему. Давайте пищимся, чтобы не проп Shell Tinal200. и так по итогу у меня получилось 6 мешков и здесь конечно половинки если округлить это будет внутри полных мешка мне этого будет достаточно для пикировки рассады тем более на следующий год и не буду выращивать много овощей на следующий год и создают цветник каменный цветник поэтому времени у меня и сил на все не хватит и это почве смеси мне будет достаточно как я уже говорила что мешки я храню в теплице за зиму они промораживаются и по мере надобности я их заношу и использую также я и готовлю торф это торф агробалт он мне тоже стоит на улице зимой промораживается чтобы там не ковыряться с торфом я также вид ведра его насыпаю заготавливаю здесь около 35 литров это для ранних посевов как я уже говорила смешиваю с биогумусом здесь тоже собираю золу в течение года использую при посеве и при посадках в общем вот так вот таким образом я заготавливаю почвосемесь уже лет так пять не покупаю землю готовую у меня на сегодня в принципе все еще хотела вам напомнить не забудьте посадить озимый чеснок я это буду делать завтра или послезавтра так что подписывайтесь на канал вместе еще посадим озимый чеснок всем пока